Последний зимний месяц подошел к концу, и если в снежные и морозные дни перед муниципальным унитарным предприятием «Горкомхоз» стояла задача очистить дороги от снега и предотвратить гололед, то в преддверии весны коммунальщики активно занимаются вывозом снега, чтобы спасти город от огромных луж. Давайте начинать вывозить снег. Пока большой таяния началась. Мы сгубим дороги. Те, которые сотни миллионов вложили, мы можем их потерять. На аппаратном совещании не раз поднимался вопрос о приведении в порядок периферийных улиц. По периферийным дорогам предложение у нас не новое. То, что обязаны обеспечить проезд для скорой помощи пожарных машин, то, что дополнительные требования жителей, будем связываться в квартальном, по поводу щебенения, канав, труб. Будет решать, пытаться на платный осмотр. Сильные морозы повлияли и на оплату за отопление. Ремонтно-эксплуатационное управление высказало свои опасения по поднятию тарифов. На этой неделе, наверное, будет после получения квитанции много обращений граждан по поводу существенной возросшей платы за отопление. Значит, у нас по 48 домам, по 8 домам из 48, где мы управляющей компанией является, плата за отопление составит более 30 рублей. 32-34 рубля. Вот здесь морозная погода, расход был увеличен. Соответственно, по прибору учета вышла такая плата. Причина сильных морозов. А вот работа управляющей компанией «Домострой» оказалась в тисках жесткой критики и со стороны жильцов, и со стороны чиновников. Больше всего вопросов прозвучало по городку дружба. В домах этого района очень холодно, а из крана с горячей водой льется холодное. Обещал Фролов, подтвердил его. Дельман, да. Говорили в летний период еще говорили, так и так. То есть болячки давнышние не делали. Потом начали показывать. Вон сосульки, вон там отвалилось, тут развалилось. Ну, в общем, куда вот не придешь, встречаешься, и там, где вы, ваша компания, одни нарекания.